Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами передача «Шпаргалки для здоровья». Эта передача предназначена исключительно для тех, кто хочет быть здоровым, красивым, полным сил и быть всегда бодрым. К сожалению или к счастью, в современном мире очень много информации. Мы можем достать эту информацию через телевидение, через интернет-ресурсы, через радио, через газеты. Когда современный человек сталкивается со всем объемом этой информации, он не может сразу ее обработать. Именно в этом суть нашей передачи. Мы профильтровываем ненужное, оставляем все самое эффективное и показываем вам нужные советы. В конце все мы оставляем в виде короткой информативной шпаргалки. Сегодняшняя тема передачи нашей очень важна и очень интересна. Это тема волосы. Как сказал Мартин Кинг, волосы – это богатейшее украшение женщины. И надо признать не только женщины. Как только волосы теряем, теряем и восторги дам. Еще с незапамятных времен волосы являлись основным украшением человека. Существует одна легенда. Раньше жил да был Самсон. Самсон был непобедимым воином. У него было семь длинных красивых коз. Враги недоумевали. В чем же секрет Самсона? Тогда они подостали к нему коварную женщину. Конечно же, Самсон в нее влюбился. И все ей рассказал. «Если остричь косы мои, потеряю я силу свою». Его возлюбленная дождалась того времени, когда Самсон заснет и остригла его чудесные косы. Итак, Самсон лишился своей силы. Коварная женщина предала его врагам. Враги выкололи ему глаза и заставили служить на мельнице. Но Самсон знал, что когда его косы отрастут, он вновь обретет свою силу. И так и вышло. Он отомстил врагам и своей бывшей возлюбленной. Волосы всегда пользовались большой популярностью. Длинные волосы в особенности. В Ирландии короткие волосы считались признаком чего-то очень мистического и порой даже каких-то странных, страшных отношений с черной магией. К счастью, сейчас мы можем носить как и длинные, так и короткие прически. Итак, давайте же познакомимся с нашим главным героем, с нашим волосом. Как же выглядит наш волос? Видимая часть волоса, которая называется стержень, состоит из трех слоев. Первый слой – это кутикула. Из чего состоит кутикула? Кутикула состоит из определенных черепицеобразных клеток. Эти клетки можно сравнить с чешуей рыбы или черепицей на доме. Они накладываются друг на друга и плотно прилегают. Если они плотно прилегают, значит наши с вами волосы красивые, шелковистые, здоровые. Если же происходит разлом между этими клетками, то тогда следует позаботиться о своих волосах или обратиться к врачу делать какие-то определенные маски. Очень важно уметь определить тип волос, так как именно от этого во многом зависит правильный уход за ними. Выделяют три типа волос в зависимости от характера салоотделения кожи головы. Волосы каждого типа имеют свои особенности и требуют определенного ухода. Поговорим о нормальных волосах. Волосы этого типа эластичные, гибкие, достаточно густые, прочные. Имеют одинаковую по всей длине толщину, равномерную окраску, без повреждений. Обладают естественным блеском. Характеризуются умеренной активностью сальных желез кожи головы. Кожа головы здоровая, увлажненная, не нуждается в усиленном питании. Волосы относятся к нормальному типу, если в них отражается солнечный свет. Они обладают естественным живым блеском и переливаются на солнце. Такие волосы хорошо расчесываются, не секутся, не спутываются и легко укладываются. Они долгое время сохраняют чистый вид и не нуждаются в частом мытье. Однако и такие волосы требуют заботливого ухода. Мыть нормальные волосы рекомендуется шампунями для этого типа. Желательно ополаскивать волосы травяными настоями каждый раз после мытья. Нормальные волосы обычно моют один раз в 10 дней. Хотя бы один раз в неделю рекомендуется проводить массаж головы, который стимулирует рост волос, позволяет им надолго сохранить блеск, эластичность и прочность. Ежедневно следует проводить массаж волос. Для этого достаточно запустить ладони с растопыренными пальцами волосы, пропустить пряди между пальцами, сжать их и слегка приподнять вверх. Эта процедура способствует укреплению волосяного фолликула. Рекомендует регулярно, не реже одного раза в неделю, делать компрессы или общие укрепляющие маски для волос и кожи головы. Они улучшают приток крови кожи, активизируют рост волос, укрепляют их по всей длине и придают им шелковистость и блеск. Следующий слой – это корковый. Корковый слой состоит из определенных удлиненных клеток. Эти клетки нужны для того, чтобы наш волос оставался эластичным и упругим. В этих клетках находятся определенные вкрапления меланина. Что такое меланин? Наш с вами меланин – это пигмент, который определяет природный цвет волоса. И последний слой – это мозговой слой. Ученые до сих пор не знают, для чего же именно нужен мозговой слой. Однако, существует несколько предположений. Считается, что мозговой слой нужен для того, чтобы питать предыдущие два слоя, то есть корковый слой и кутикулу. Поэтому, когда мы с вами болеем, то мозговой слой очень страдает, а, соответственно, страдает и общее состояние волос. Итак, мы с вами узнали, как устроен наш волос. Теперь мы можем представить, почему наши волосы блестят. От чего это происходит? Это происходит из-за очень важного фактора. Это сальные железы. Именно благодаря сальным железам наши волосы такие блестящие и красивые. Однако, если гормоны работают очень активно, то из-за этого сальные железы начинают продуцировать слишком много сала. Поэтому волосы становятся некрасивыми, очень блестящими, к ним липнет всякая грязь и пыль. Чтобы этого избежать, волосы нужно чаще мыть. Если же это не происходит, если это даже и не помогает, то тогда следует обратиться к врачу-трихологу. Жирные волосы слишком сильно покрыты жировой смазкой, что вызвано повышенной секреции сальных желез. Чрезмерное салоотделение приводит к слепанию волос и нездоровому тусклому блеску. Как правило, жирные волосы являются следствием нерационального питания, нарушенного обмена веществ, заболеваний органов пищеварения, гормональных нарушений. Очень часто это объясняется генетической предрасположенностью. Чаще всего такой тип волос встречается у молодых людей в период полового созревания. Такие волосы имеют нездоровый и неопрятный вид уже на второй день после мытья и нуждаются в специальном уходе, направленном на уменьшение салоотделения. Не рекомендуется часто расчесывать такие волосы щетками, так как эта процедура усиливает образование кожного жира. Мыть волосы необходимо по мере их загрязнения, специально предназначенными для этого типа волос шампунями или лечебными составами. После мытья волосы желательно ополаскивать отварами и настоями из лекарственных трав с повышенным содержанием дубильных веществ, так как они значительно уменьшают салоотделение и способствуют его нормализации. Особенно подойдут отвары и настои из мать и мачехи, крапивы и подорожника. Как и при нормальном типе волос, один раз в неделю нужно делать массаж головы. Не реже, трех раз в месяц, рекомендуют делать лечебные маски и компрессы, предназначенные для этого типа волос. Содержащиеся в травах биологически активные вещества уменьшат салоотделение, вернут волосам здоровый блеск, эластичность и шелковистость. При чрезмерной жирности волос можно сделать химическую завивку, которая сушит волосы. Обратная ситуация, но не менее страшная, это когда волосы сухие. Почему они сухие? Волос наш становится сухим, если кожное сало образуется в недостатке. Если кожное сало образуется в недостатке, тогда наш с вами герой, наш с вами волос становится очень тусклым, некрасивым, ломким. Здесь следует задуматься о том, чтобы реже мыть голову. Или, если опять же это не помогает, то следует делать какие-то маски или опять же сходить к врачу. Тусклые, ломкие, шероховатые на ощупь волосы с расщепленными в виде кисточки или секущимися концами свидетельствуют о сниженной секреции сальных желез кожи головы. Такие волосы можно отнести к сухому типу. Кожа головы сухая, склонная к различного рода раздражениям, покраснениям, зуду и появлению перхоти. Такие волосы и такая кожа требуют очень внимательного отношения и бережного ухода. Необходимо не просто следить за чистотой таких волос, но и регулярно питать волосы, регулярно делать различные маски, компрессы, масляные ванночки. Все эти процедуры способствуют нормализации деятельности сальных желез и восстанавливают естественную структуру волос. Рекомендуется пользоваться специальными шампунями, предназначенными для этого типа волос. При желании можно мыть голову пеной детского мыла или пеной для бритья. Можно приготовить шампунь в домашних условиях. Особенно эффективен при сухих волосах яичный шампунь. Для его приготовления достаточно одного куриного яйца. Его тщательно взбивают, разбавляют небольшим количеством кипяченой воды комнатной температуры. Полученный шампунь наносят массирующими движениями на увлажненный волосяной покров головы и оставляют на 1-2 минуты. После чего тщательно промывают волосы большим количеством теплой воды, а затем ополаскивают подкисленной уксусом или лимонным соком водой. 1 столовая ложка на 1 литр воды. Луковая маска с медом для волос. Натертый репчатый лук смешать с медом. 4 части луковой кашицы и 1 часть меда. Нанести смесь на волосы на 30-40 минут, после чего волосы хорошо промыть теплой водой. Если волосы сухие и ломкие, в кашицу можно добавить немного теплого оливкового, соевого или кукурузного масла и втереть получившуюся смесь в корни волос за час до мытья. Маски и другие процедуры желательно проводить за 1 час до мытья головы. Можно совмещать их с приемом ванны, так как горячий воздух способствует активизации деятельности биологически активных веществ. Маска из касторового масла для волос. Взбить 1 желток с 1 столовой ложкой касторового масла. Нанести на волосы, а через 3 часа тщательно смыть. Маска эффективна также для излечения перхоти. Сухие волосы можно мыть 2-3 раза в месяц или по мере их загрязнения. Только мягкой, лучше всего кипяченой и теплой водой, так как горячая вода способствует дальнейшему пересушиванию кожи и наносит вред волосам. Маска из репейного масла. Берем 1 столовую ложку репейного масла, 1 желток и 1 чайную ложку меда. Все перемешиваем и наносим полученную массу на волосы. Выдерживаем маску под утепляющим колпаком 2-3 часа и хорошо промываем волосы шампунем. Для того, чтобы подобрать шампунь, используйте простой принцип. Сначала внимательно прочитайте текст на упаковке и используйте тот шампунь, который предназначен для вашего типа волос. А после начала использования внимательно анализируйте результаты. При огромном разнообразии моющих средств, которые сегодня предлагает промышленность, можно грамотно подобрать средства для мытья любых проблемных волос. Положительными результатами использования шампуня можно считать хорошо промытые волосы, отсутствие на них жира, блеск волос после их высыхания, пряди хорошо расчесываются, послушные, нет раздражения кожи головы. Кроме того, хороший шампунь должен возмещать потерю белков, влаги и питательных веществ, повышать эластичность волос, защищать кутикулы волоса и приглаживать чешуйки и кутикулы. Не делать волосы чересчур тяжелыми. Для того, чтобы понять, что данный шампунь вам не подходит, достаточно одного или двукратного использования. А вот для того, чтобы прийти к выводу, что этот шампунь именно для вас, необходимо регулярно пользоваться им хотя бы в течение нескольких недель. После того, как вы подобрали себе шампунь, который вас полностью устраивает, не стоит менять его на другой. Условно, все существующие шампуни можно разделить на следующие группы. Обычные нейтральные предназначены только для очищения. Лечебные или ухаживающие. Оттеночные отличаются способом нанесения не на кожу головы, а на волосы. И, наконец, для глубокой очистки. Масляно-ланолиновая маска против секущихся волос. Разогреть на пару 1-2 стакана растительного масла с 1 чайной ложкой ланолина. Добавить измельченные лекарственные растения, по 1 чайной ложке цветков ромашки, листьев крапивы, березовых листьев, травы анютиных глазок. И выдержать на водяной бане 30 минут. После чего смесь процедить, охладить и смешать со взбитым желтком и 1 чайной ложкой лимонного сока. Нанести на 1 час на кожу головы и влажные вымытые волосы, особенно на кончике. После чего вымыть волосы шампунем. Итак, мы подошли к самому интересному. К циклу волоса. Как же развивается наш волос? Волос в постнатальном периоде, то есть в периоде, который следует после рождения человека, развивается по 3 стадиям. Первая стадия – это стадия аноген, фаза активного роста волоса. Вторая стадия – это фаза катоген, фаза переходная между аногеном и тологеном. И третья стадия – это тологен, фаза регрессии волоса. Давайте с вами рассмотрим каждую фазу в отдельности. Аноген. Если мы посмотрим с вами в зеркало, то все волосы, которые мы видим, даже примерно 90% всех волос, которые мы видим, сейчас находятся в фазе аногена. Фаза аногена – наиболее продолжительная стадия. Она длится от 5 до 10 лет. Что же происходит во время фазы аногена? Волосяной фолликул достигает своих максимальных размеров. Что же такое волосяной фолликул? Волосяной фолликул – это фабрика синтеза волоса. Именно благодаря волосяному фолликулу развиваются все наши волосы на теле, но и на коже головы. Волосяной фолликул увеличивается в своем максимальном размере. Увеличивается примерно в 3 раза по сравнению со своей стадией в телогене. Затем фаза роста переходит в фазу катагена. Это переходная стадия. Она длится всего лишь около 3 недель. 20 дней. И в фазе катагена находится около 1% от общего числа волос. В фазе катагена этот самый волосяной фолликул сморщивается и уменьшается на 1,6% от своего нормального диаметра. В этой фазе сосочек, дермальный сосочек, с помощью которого волосяной фолликул далее продуцирует волос, он продолжает работать, однако сам волос не растет. Затем после стадии катагена следует фаза телогена. Это фаза, во время которой волос выпадает. В норме у нас выпадает около 100 волос на день. Это нормальный физиологический процесс. Если волосы выпадают в большом количестве, то тогда, конечно, следует опять же идти к врачу или следует делать какие-то маски и так далее. Во время фазы телогена волосяной фолликул перестает работать и волос вытесняется новым волосом или выпадает. Для вас волосы в вашем образе имеют какое-то значение? Безусловно. Конечно. Во-первых, их наличие, скажем так, уже хорошо. С возрастом обычно бывают такие проблемы. Ну а если они есть, то за ними надо ухаживать. Это у вас от природы такие волосы? Или вы так за ними тщательно ухаживаете? Нет, нет. У меня волосы живут в своей жизни, я своей, это мои. Что дано от природы? Скажите, вы часто моете голову? В среднем раз в неделю. Ну, раз в два в неделю, так, наверное. То есть у вас какой тип волос? Сухие волосы, я думаю, так все-таки. У меня сухие волосы, и поэтому больше чем, чаще одного раза в неделю я их не могу мыть. Я могу позволить тебе мыть волосы раз в 10 дней. Раз, два, три дня. Вы делаете что-то специально, чтобы поддержать их в такой форме? Нет, ничего, кроме расчесывания. Ну, раз в неделю я их мою. Когда выбираете шампунь, вы учитываете тип ваших волос? Ну, стараюсь, да, стараюсь. Просто это не всегда, так сказать, совпадает, да, то, что задекларировано, да, на самом шампунь. Ну, скорее здесь больше методом проб и ошибок, да, вот так подбирается шампунь. Ну, если только для объема. Нет, главное, чтобы они были нейтральными. Нейтральная среда, а какие, не важно, никакая марка, никакая цена. Я доверяю своему мастеру, но, конечно, она мне тоже дает какие-то рекомендации о том, как ухаживать за волосами именно окрашенными. А какими-то народными средствами вы пользовались? Если только это, дегтярное мыло, которое было. Что бы вы могли посоветовать тем мужчинам, которые на данный момент не могут похвастаться такими волосами? Не заморачиваются. Итак, подводим итоги. Мы с вами познакомились со структурой волоса. С циклом развития волоса мы поняли, какую важную роль играет волос в нашей жизни. И напоследок, в конце нашей передачи, я бы хотела процитировать известное изречение Артура Шопенгауэра. 9 десятых нашего счастья зависит от нашего здоровья. До новых встреч!